Всем приветик! Многие задаются вопросом, вот как я, что подарить мальчику на 14 лет? Тем более, когда этот мальчик твой сын. Ну вот, так как 14 февраля день святого Валентина, в магазине были пакетики с сердечками. Ну ему всегда такие достаются. И на 14 лет мы ему подарим бритву, потому что уже он хочет побриться. Вот, Артурчик наш просил 2 месяца уже или 3, уже хочу я срочно, мне надо. Так, к бритве у нас идёт, конечно, гель для брытья, для чувствительной кожи. Для чувствительной кожи, так как кожа подростка очень чувствительная. Вот такая вот невеа, мужская, для чувствительной кожи. Охлаждающий гель для брытья. Вот. Очень хорошая. Штучка 200 мг. Вот такой вот гель для брытья. Так, ещё мы ему взяли. Так, это после брытья. Гель после брытья для чувствительной кожи, без спирта и красителей. Мгновенно успокаивает, с берёзовым соком. Запах такой классный. Такой освежающий. Сильно такой освежающий. Классный запах. Что ещё? А, ну и от мамы, конечно, Валентинка. Вот такая Валентинка. Пакетик. Так. Они у меня любят купаться в ванной. Ещё ему положу морскую соль. Тонизирует и разглаживает кожу. Ага, вот. Ещё я взяла ему вот такой аромат. Такой тоже он молодёжный. Мне понравился. Классный запах. Хорошая девушка была. Консультант в Еве. Это мы покупали в Еве всё. Такие прибамбасы. Бритва классная. Вот оно всё там крутится. Один сменный диск. Я посмотрела потом. Сменные диски к этой бритве стоят 300 гривен. Ну, блин, не заметила один или два сменных диска. В общем, посмотрим. Если ему понравится, будем брать. Бритва безопасная. Со сменными кассетами. Джилет Фьюжн Проглайд. Очень хорошие. Они висели прям в таких больших пластмассовых боксах в магазине. Так что, такой у нас в этом году подарочек для Артура. Вот, думаю, он будет доволен. Сегодня уже 14 февраля. 12.10. Как раз Артур родился. Артурчик. С днём рождения, сыночек. Конечно, он сейчас спит. Будем его поздравлять с утра. Вот такой ему подарочек. Так, ну вы поняли, да? Я на кухне. Если честно, сейчас пол первого ночи. А мне всё не спится. Никак. Я вспомнила, что у меня есть лаваш. Я вспомнила, что у меня есть лаваш. Потом я вспомнила, что у меня есть плавленый сырок. И что я давно хотела сделать такую штучку. Ну вы поняли, наверное, да? Конечно. Сейчас я буду заворачивать свой салатик. Такой с плавленым сырком и морковкой. В лавашик. Я думала... Кстати, если этот салат сделать... У нас продаётся такой греческий йогурт. Без всяких добавок. Он даже на сметанку так похож. Если его сделать со сметанкой, то он будет очень даже диетический. Ну, сегодня он с майонезиком. Без сметанки. Короче, я сделала домашний майонез. Добавила сюда огурец. Какой огурец. Огурец добавила солёненький. Смотрю, все делают лаваши. Делают. А я только пробую. Ничего не делаю. Думаю, сейчас и я заверну себе лавашик. А утром сделаем пробу. Так. Я не знаю, сколько его мазать. Надо много или мало. Ну, ладно. Сейчас попробую один. В следующий раз уже буду знать, сколько мне надо его намазать. Вообще, купила лаваш в АТБ. Просто лаваш вкусный. И это. А Денис говорит, о, мама, ты будешь шаурму делать. Блин. А что тут делать со шаурму? Тут два кусочка таких лаваша. А у нас дома пять человек, которые хотели бы съесть шаурму. Каждому по этому, по кусочку, как от рулетика, будет это. Маловато, знаете, для всех. Так я думаю, чтобы Дениса не соблазнять, упрашивать меня делать шаурму. Сейчас я сделаю рулетик. А шаурма уже будет в следующий раз. На шаурму мне надо хотя бы три-четыре пакета купить. Лаваши эти. Да. Это и мясо пока размёрзнется с морозилки. Не захочется. И шаурмы. Так, сейчас буду вылаживать морковку, как-то разравнивать. Короче. Да, девочки, если его смазать, салатик этот греческим йогуртом, будет, конечно, классно. Диетический, я имела в виду. Да и вкус будет другой, совсем, конечно, интересный. Ой, не помню. Это, наверное, надо по всему лавашу прям разлаживать или или нет. Может, кто не видел, там у меня на канале были видео, где я делаю этот салат. Просто тру плавленый сырок, морковку, добавляю чеснок, чеснок, майонез. Блин, в этот раз я много добавила майонеза, но это чтоб лаваш не был сухой. Вот так. Блин, тут будут вылазить? Наверное. Ну, ничего. Я первый раз вообще что-то заворачиваю в лаваше, кроме шаурмы. Так, буду на диете, буду делать себе пп шаурма. Да, это мне только надо почаще в магазин выбираться. Так. Так. Руки трусятся аж. Аж пробую заворачивать. Ой-ой-ой. Или надо было так? Ну, ладно, начала уже. Буду это так заворачивать. Раз. 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 Как Артуру нашему сегодня день рождения, вот это 14 февраля, так он будет идти гулять с друзьями. Его бабушки с дедушками поздравят. Папа наш вечером все равно в ночь на работу. О, блин, классно. Смотрите, он такой будет классный. Сейчас я его заверну в пищевую пленочку. Так, сейчас достану. Так, достала пленочку. О, так мы купили тортик. Посидим так с Артуром. Попьем чайку с дедушками, с бабушками. И все. Готовиться не будем. завернуть. А, тортик мы купили, да. Я люблю зимой печь тортик шоколадный. Знаете, с вишней. Забыла, как он называется. Но он такой классный. Сейчас нету времени его испечь. Но надо будет как-то, пока у нас еще зима. Не так много дел во дворе и на огороде. Да и печь летом особо не хочется, когда жарко. Возле духовки. Будем смотреть. О, класс. Будем пробовать рулетик. Сейчас покажу вам тортик. В общем, тоже. Я пошла в АТБ, а мужу говорю, там напротив у нас кондитерский магазин есть. Ватсак называется. Говорю, иди купи торт. Он пошел, говорит, а мы уже вечером были. Было уже полшестого. Говорит, это мало тортов. Говорит, вообще выбор маленький. У них всегда свежие. Так, тут у меня чуть-чуть неполадки были. Короче, вот, торт смоковник. Белый шоколад, воршки. Ну, все, что хочешь. Ой-ой-ой, на 100 грамм 1300 килокалорий. Боже. Зачем делать такой калорийный торт? Должен быть вкусный. Вот такой тортик. Артур у нас любитель белого шоколада. А он прям залит белым шоколадом таким. Наверное, с молочным. Будем орешки, смотрю, есть. Будем пробовать. Вот. Ну, вот. Рулетик закрутила. Тортик показала. Поговорила с вами немножко. Нарассказывала вам. Буду идти спать. Сейчас умоюсь. Уже стричься пора. Челка в глаза лезет. Все, никак не выберусь на стрижку. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Пишите комментарии. Всем пока-пока. пока-пока. Подписывайтесь